Итак, соответственно, сегодня шестое занятие цикла «Булес-ликбез». И сегодняшняя лекция принципиально отличается от первых пяти, потому что она в новом формате. Это формат сопоставления музыки и той или иной отрасли мыслей. То есть это именно те лекции, которые были целью курса «Булес-ликбез». Когда я замысливал этот проект, я хотел прояснить искусство с помощью философии и философию с точки зрения искусства, некую смычку давать. И под философией я подразумеваю целый спектр дисциплин интеллектуальных. Я как это Фуко именовал «История мысли». Потому что психоаналитики, психологи, культурологи, социологи второй половины XX века безусловно имеют право носить титул философа, мыслитель. А не только философа в узком смысле. Так и вот, с сегодняшней лекции мы начинаем смотреть в спайке музыку и мысль. И начнем мы с фигуры Мортона Фелдмана. А следующее занятие я планирую отвести такому явлению, как спектральная музыка. Одно из ключевых направлений музыки второй половины XX века в смычке с симуляторами Бодриана. Есть такие феномены в искусстве, которые заставляют усомниться в результативности методов, которые использует искусство знания. А также не только искусство знания, но и эстетика, и философия. Более того, эти феномены не просто ставят под сомнение всеохватность современных научных методов, тем самым предоставляя как бы их естественные пределы, что дальше не работает, но и приводят проницательные умы к мысли о том, что с интерпретацией других менее радикальных творческих проектов, стилей или попросту феноменов дела обстоят примерно таким же образом простота материней дурекции. Музыка знания, а также и почти все гуманитарные дисциплины подходят к трактовке творчества, предположим, Моцарта, Шопена, Вагнера или Прокофьева, примерно по одним и тем же моделям. И лишь когда эти модели совершенно не срабатывают, мы можем наконец-то понять, что предшествующие случаи тоже могли оказаться как-то неверно. Вот неверно я понимаю не то, что истинное положение вещей может оказаться диаметрально противоположенным наличной ситуации, а то, что оно с большой долей вероятности может оказаться недостаточно точно воспринято. Приблизительно описано. И не только прояснять те или иные моменты в творчестве авторам, но и во многом запутываться проблематиками. В терминологии Томаса Куна эта ситуация могла бы выглядеть следующим образом. Аномалии игнорируются сложившейся парадигмой нормальной науки до тех пор, пока они не касаются ядра этой парадигмы. Мы сталкиваемся с какими-то недопонятыми ситуациями в творчестве того или иного автора, но в целом оно интерпретируемо с точки зрения данного подхода. И лишь тогда, когда удар фактов реальности будет сокрушать ядро самой парадигмы, а не периферии научных моделей, только тогда возможно обнаружить и попытаться осуществить смену самого подхода. Только в стадии экстраординарной науки, как это называет Кун, науки, столкнувшейся с тем, где ее методы оказываются несрабатывающими, недостаточными, может произойти важный смысловой скачок, смена как приоритетов, так и методов науки. В прошлый раз мы с вами внимательно рассматривали феномен Фернанду Песоа, человека с сотней лиц, поэта, перевернувшего представление, что значит быть автором, как по большому счету и то, что значит быть человеком. Причем именно нормальным человеком, в понимании согласованного культурного представления, нормальность. Песоа сломал все существующие штампы и стереотипы, но по сей день искусство знания, да и не только оно, даже и философия, не способна подобрать верный инструментарий для трактовки этого выходящего за пределы всякого разумения факта культурной жизни XX века. Напомню, что крупнейший ныне живущий философ Ален Вадью не столь давно создал статью «Философия должна быть современной Песоа», где он констатирует факт, что несмотря на то, что с момента смерти Песоа прошло 80 лет, наука до сих пор не способна помыслить в тех категориях, в которых результативно работал этот мастер. И вывод однозначен. Искусство тоже имеет право не только на выражение, но и на творение истины. Причем истины, которые могут отличаться от того, что понимается под этим словом философских дисциплин. Сегодня же мы поговорим о другом художнике, художнике с большой буквы, который также ставит перед искусствознанием ряд неразрешимых задач. И обращение к его творчеству, а также постановка вопросов о нем, способны еще раз напомнить о том, что парадигма современного искусствознания нуждается в обложении, в обновлении, так как уже не первый раз она находит свой предел, там, где, казалось бы, должна иметь полную свободу в андопридеции. Как вы уже поняли, из названия лекции речь пойдет о Мортоне Фелдмане, американском композиторе второй половины 20 века и, перефразируя статью Олена Бадью, можно было бы назвать эту лекцию «Музыкознание должно быть современно» Фелдмана. Однако, как и работа Олена Бадью о Песоа, речь сегодня пойдет не столько о самом творчестве Фелдмана, сколько о тех вопросах, которые, как мне кажется, должны быть относительно его поставлены. И ключевым из них должен стоять вопрос о манере его письма и о том, в каких средствах осуществляется эта манера, которую в терминах классического искусствознания можно было бы даже именовать словом «стиль». Когда возникает вопрос о манере, простите, слово «стиль» мне совершенно не симпатично, ввиду слишком его расширительного использования. Так вот, когда возникает вопрос о манере, есть действительно масса авторов, которые, будучи непререкаемыми авторитетами в своей отрасли искусства, тем не менее определяются по их художественному почерку с большим трудом. Одним из примеров может служить творчество Роберта Раушенберга, американского художника, современника Фелдмана, который работал в столь большом количестве направлений, что выявить наиболее важные черты его творчества оказывается весьма и весьма проблематично. Кстати, любопытно, но Мортен Фелдман часто сравнивал себя с Раушенбергом. Вдвойне любопытно, потому что с музыкой Фелдмана дела обстоят противоположные признаки. Я абсолютно убежден, что любой человек, который слышал несколько сочинений Фелдмана, сможет отличить его музыку от музыки других композиторов XX века значительно с большей долей вероятности, чем, к примеру, неизвестную вам музыку Моцарта от других современников Моцарта. Так что интуитивное восприятие манеры Фелдмана как манеры весьма определенной присутствует и может быть даже эмпирически доказано. Творческое наследие Фелдмана, за исключением нескольких ранних работ, достаточно однородно. Это музыка, которая создает ощущение предельной определенности особенностей письма автора. Но вместе с тем, когда мы обращаемся к попытке применить к нему процедуру анализа, оказывается, что она ускользает определенно. В разных истокииках можно прочесть, что его относят то к минимализму, то к экспрессионизму. При том, что, по сути, в музыкальном искусстве это два прямо противоположных направления. Одно основано на сведении художественных элементов к минимальной составляющей, создавая специфическое, как бы незаполненное чувство в немесленное пространство. Другое же основано на эксцессе, субъективной гиперболизации чувствования и видения. Сказать, что Филбан находится между минимализмом и экспрессионизмом, ну, примерно аналогично тому, что сказать о прогнозе погоды на завтра, что оно будет в районе от минус 30 до плюс 30. Вероятность ошибки тут минимальна. Но и информативность такого прогноза обладает весьма низким свойством. То есть, значительно сложнее определить маневу Филбмана более конкретно. И любопытно, что даже такие авторы, которые посвятили исследованию музыки второй половины XX века значительное количество времени, типа Дубинец, той же самой, которая живет в Соединенных Штатах, ее вывод относительно творчества Филбмана, что оно ускользает от досмотра анализа. Но достаточно ли этого анализа? Если мы говорим, что что-то недоступно анализу, мы должны признать, что либо Морстон Филбман является самым великим автором XX века, если анализ для него недоступен, либо самым плохим. Он настолько плох, что анализ его тоже уже не был. Однако и с тем и другим утверждением мы на вредность можем согласиться. А это значит, что просто не срабатывает метод, и что случай Филбмана лишь частые случаи не срабатывают. Просто в других случаях это менее очевидно. В других случаях мы получаем некий готовый продукт анализа и довольствием себя, игнорируя аномалии, либо нет. Я же сегодня попытаюсь определить, хотя бы наметить контуры того, что я назвал словом Филбмана Филбмана. И для того, чтобы это сделать, я попытаюсь собрать все возможные векторные интерпретации в отворчестве. Ну, естественно, разумно. Можно сравнить его с чем угодно. Какие-нибудь там бабочки, нютики, какие-нибудь секреты, стоматиками. Слушай. Один из классических примеров трактовки творчества Филбмана является привлечение в качестве амплификации живописи Нью-Йоркской школы. Художников, работающих в технике цветового пятна. Я сам на своих занятиях по эстетике преподношу студентам Филбмана именно таким образом. Так как это вполне корректно. Однако для такого проекта, как Булеслик Бес, призванного ставить вопрос, а не давать ответ, причем ставить радикально, параллель между творчеством художников, друзей Филбмана и его собственным музыкальным творчеством является недостаточно. Дело в том, что классическая параллель между музыкой Филбмана и живописью Марка Ротко безусловно заслуживает в нем. Более того, Филбман не просто был знаком с Марком Ротко, но и написал одно из наиболее известных своих сочинений в память о искусстве Ротко. Это часовня Ротко или капелла Ротко. Общее, настороженное и в то же время погруженное в себя состояние сознания, которое обычно происходит от длительного визуального контакта с работами Марка Ротко, свойственно и прослушиванию музыки Морта на Филбан. Вот одно из изображений капеллы или часовния Ротко. Собственно, Ротко сделал картину. Они решены почти в одинаковых тонах, при этом тот, кто знает хорошо живописную технику Ротко, знает, что эти полотна рисовались кисточкой, едва ли превышающей вот такой размер. То есть на завершение таких полотен могли уходить месяц, а то и годы. Это многочисленная, многочисленная мелкая лессировка для создания подлинно оживающего произведения искусства. Или вот другая, одна из поздних работ Ротко. Не входящая в капеллу. Эти работы действительно по настроению могут быть близки в музыке Морта на Филбану. Но действительно ли они близки ей? Или это нам кажется, что они ей близки? Дело в том, что прояснить Филбана через Ротко можно весьма с относительной степени. С самим творчеством Марка Ротко все не столь изоблачно. Он также вызывает скорее больше вопросов, чем дает ответов. Ну, и особенно в области научной рефлексии этого феномена Ротко. С другой стороны, трактовка Филбана через Ротко на основании того, что он написал пьесу «Часовня Ротко» и что он лично знал этого художника, на поверху оказывается несостоятельной. Дело в том, что Филбан лично общался и был в хороших отношениях с огромным количеством известных американских живописцев. Более того, для многих из них он писал картины на музыку по их картинам. Среди них необходимо назвать Филиппа Густона или Гастона и Вильяма де Кунида. Помимо Марка. Это совершенно разные художники, радикально отличающиеся от манеры письма Ротко. Причем, если у Густона еще можно найти хотя бы отдельно и плотно в чем-то приближенной Ротко. Вот, например, одна из любимейших картин Филбана «Красная живописка» – это ранний Густон. То есть, заметьте, как правильно изобразить красный цвет? Первое, что приходит в голову – просто нанести красный. Это будет лишь один оттенок красного. Чтобы изобразить настоящий красный цвет, нужно изобразить его так. Чтобы он включал в себя все возможные грани. Причем, желательно в стахастическом порядке. Я говорю, буйство красного цвета, подлинная жизнь красного цвета. Но, однако, для Густона эта манера письма не является характерной. Это ранний Густон. Подлинный же Густон выглядит примерно так. Это совсем иная живописка. Из творчества Марка Ротко вы навряд ли здесь найдете какие-то параллели. Ну, еще большим контрастом по сравнению с творчеством Марка Ротко является живопись Вильяма де Кунинга. Так как, в данном случае, автор является вообще ровным в стилевом отношении на протяжении всей своей жизни. Создает примерно одинаковые полотна. В чем полотна фигуративные и никаким образом не коллигирующие с Ротко. Ну, вот, классический документ. Это скорее некая грань между пиром плоти Рубенса и отчаянной критикой современного выгорнования. Так вот, как бы это ни показалось странно, но музыка, посвященная каждому из этих художников, Ротко, Густону де Кунингу, написана в одинаковой узнаваемой манере Морхана Фелдмана. И теперь встает вопрос, а действительно ли музыка Фелдмана столь уж близка живописи Марка Ротко? Или это просто нам так хотелось? Как вы видите, ничего из фактов не подтверждает гипотезу о некой аналогии между Ротко и Фелдманом в разных искусствах. Так что, если картины Ротко и способны сделать для нас музыку Фелдмана более понятной, более удобной для прослушивания, то это ни в коей мере не значит, что это действительно решает проблему Фелдмана или проясняет ситуацию. Если человек вместо того, чтобы решать какую-то сложную ситуацию, устраняет ее, скрывая проблему, то есть решает ситуацию по принципу страуса, пряча голову в песок, когда появляется что-то страшное. Понимаете, что с страусом он тоже биф, не подумайте, что я в это верю. Есть такая легенда, она весьма действенная. Так вот, не поступаем ли мы таким же образом, когда в качестве объясняющего фактора, проясняющего идейный мир Фелдмана, мы выставляем живопись Ротко просто для того, чтобы проще воспринимать музыку Фелдмана. На самом деле, действительно слушать музыку Фелдмана, представляя себе картины Ротко, проще. Но решает ли эта ситуация? На мой взгляд, нисколько. Вообще, чем больше я размышляю в последнее время над гадамеровской системой интерпретации, по типу выявления в каждом прочтении некого отдельного аспекта неисчерпаемого произведения искусства, тем все более и более прихожу к выводу о том, что этот метод является несостоятельным. Что? Он просто не способен что-то объяснить. И он исключает иллюзию упоения ложью лишь только тем, что он изначально не претендует на истину. Но есть ли там хотя бы доля истины? Я сомневаюсь в этом. Если интересно музыкальное преломление гадамеровской интерпретации, у меня есть видео лекция, она называется «Феномен оригинального текста», она есть в сети. Это как раз классическая гадамеровская техника подхода к культуральной модели. Лекция эта достаточно давнишняя. Сейчас она меня не устраивает полностью. Не по преподнесению материала и адаптации гадамеровской системы к музыке, а по самой концепции гадамера. То есть меня не устраивает не форма изложения, а сама идея. Так вот, для дальнейшего нашего сегодняшнего анализа я предлагаю отказаться от гадамеровского метода интерпретации и перейти к методу совсем иной школы, а именно методу психоаналитическому. Причем не фраидистского, а лакановского извода. Не делая поспешных выводов, я предположу, что проблема, то есть слепое пятно в области научной или иной интеллектуальной деятельности в чем-то тождественно проявлению того или иного невроза. Что заставляет меня сделать такое предположение, я объясню. Когда пациент приходит к психиатру в анализ, то зачастую опытный аналитик почти сразу же понимает проблему своего анализанта. Однако это нисколько не решает эту проблему. Дело в том, что указать пациенту на его проблему невозможно. Причем не потому, что он ее не хочет видеть или не хочет признавать, а потому, что во вселенной анализанта этой проблеме нет места. Она выпала из его мира, именно как выпавшая и создает проблему. Ситуацию. Представьте себе такую аналогию. Предположим, какой-то компьютерный вирус загружается раньше оперативной системы. Он находится вне ее и для нее невидим, так как сам может имитировать свою невидимость. Понятно, что это достаточно грубая аналогия и не соответствует механизмам психической реальности, но может дать хотя бы какое-то представление о том, что я хочу сказать. Как свидетельствуют антропологи, мы все находимся в неком культурном трансгипнозе и не воспринимаем то, что выходит за рамки этого согласованного транса. Есть отличный антропологический пример. Когда корабль Джеймса Кука прибыл к берегам одного из туземных поселений, которые никогда не видели плавающих средств больше, чем Кануэ, то на его корабль никто не обращал никакого внимания, пока моряки не спустили с корабля шлюпки. Так как лодки по размерам были примерно равны Кануэ, то туземцы тут же всполошились, так как для них Лидия Кука просто привелись из ниоткуда. В прямом смысле этого слова. В это сложно поверить, но крупные психологи, вроде того же Чарльза Тарта, о котором мы еще сегодня поговорим, экспериментально демонстрировали, как сгипнотизированный человек вместо трех предметов видит два. Причем то место, где стоит третий предмет, не тускнеет в его сознании. Оно не представляет собой некое размытое пятно. Нет, мозг человека достраивает окружающие ситуации. То есть он видит продолжение стола там, где на самом деле стоит предмет. Более того, я не полезу в гипноз, я вам приведу пример из вашей постоянной практики, из вашей реальной жизни. Как действует такой гипноз, как действует такая иллюзия. Я уверен, что вы с этим сталкиваетесь неоднократно. Например, вы теряете дома какую-то вещь. Вы ее ищите, ищите, ищите. У вас дома не так уж много может оказаться места. Но один прекрасный момент вы ее находите именно там, где уже 10 раз смотрели. В народе это называется «вещь была не по глазам». Но на самом деле имеет место не просто ваша рассеянность или невнимательность. А как раз тот самый феномен, который я пытаюсь вам объяснить. Ваш мозг автоматически достраивал окружающий предмет, стол, или умножал рядом лежащие вещи, таким образом замещая подлинную реальность. То есть, по сути, эта ситуация была галлюцинаторной. И галлюцинаторная ситуация не является редким феноменом. А теперь представьте, что вы закипнотизированы таким образом навсегда. Сможете ли вы отыскать эту вещь? Даже если вы наткнетесь на нее своей рукой. Если вы уроните ее себе на ногу, то почувствуете ли, что что-то произошло? Это еще большой вопрос. Все зависит от ситуации. В ситуации лабораторного гипноза человек перестает реагировать даже на запах нашу тырного спирта. Он может просто спокойно им дышать. То есть, раздражение наших органов восприятия совершенно не означает, что невидимый из-за галлюцинации предмет будет действительно воспринят. Примерно таким же образом можно описать и ситуацию проблемы невроза. Ее источника нет во Вселенной Анализандры. Она находится за пределами его мира и просто указать на него, на проблему, невозможно. Нужны длительные, последовательные действия, которые смогут указать на факт выпадения. Причем прояснить реальную причину и саму сущность невроза так и не удастся. Но удастся установить вокруг него своего рода кулышки-маркеры наподобие тех, что встречаются в обыденной нам жизни вокруг ямы с ремонтными работами. И если приводить еще одну аналогию, то представьте себе человека невидимым. Разглядеть его невозможно никаким образом. Но если вокруг него обмотать, к примеру, крупный лоскут тканей, то можно увидеть его очертание. Идти дальше, чтобы понять, как он выглядит, нельзя. Если вы снимете этот лоскут, вы не увидите его лицом к лицу, но вы опять не увидите ничего. Однако, видеть очертание это уже значит в какой-то мере обезвредить. Так вот, мое предположение состоит в том, что любая проблема, которая не решается обычными методами, представляет собой такую, условно говоря, невротическую проблему. Проблему выпадения. По этой причине я не буду ставить вопрос о манере фермунона, так как прямое вопрошение не приведет к каким-то ощутимым результатам. Я же постараюсь лишь поставить ряд вопросов-маркеров, с помощью которых хочу очертить саму проблематику. И вполне возможно, что каждый из вас в итоге, если и не сможет точно и определенно ответить на вопрос «То-то есть манера Фелдмана», то, по крайней мере, сможет увидеть этот феномен, призрак, именуемый мной музыкальным творчеством Фелдмана, под покровами точно сформулированных вопросов, как человека-невидимого в лоскуте ткани. Я уже предлагал одну из версий интерпретации Фелдмана через творчество художника, окружавшего его. На самом деле, их несоизмеримо больше. Это не только Густон, Ротко и Де Кунинг. Я уже говорил о том, что Фелдман сам себя сравнивал с Раушенбергом, он также дружил с Джексоном Боллоком. И этот список можно влить почти до бесконечности. Он в одном из писем сравнивает себя с Джаспером Джонсом, например. Это совсем разные художники. Так вот, продолжить эту параллель можно и в сторону литературы. Фелдман писал, ранний Фелдман писал на стихи Целлана, поздний Фелдман писал на стихи О'Хара, а также, возможно, наиболее важной здесь фигурой является фигура Сэмуэля Беккета, друга Фелдмана, с которым они даже создали оперу, или, корректно сказать, даже антиоперу, которая называется Ничто. Это одно из самых коротких произведений Фелдмана. Если его второй струнный квартет идет в 6 часов, то эта опера идет в пределах 20-25 минут. Она была создана в 77-м году. Однако оставшуюся часть сегодняшней лекции я бы хотел посвятить иным аналогиям. Аналогии с авторами в области искусства на мой взгляд представляются достаточно простыми, и они все не спровергаются тем же самым методом, что я не спровергал аналогию Сиротко. В данном случае все эти авторы слишком разные, а музыка слишком похожа. И оставшуюся часть лекции я бы хотел посвятить, во-первых, размежеванию Фелдмана с таким направлением, как минимализм, а с другой стороны сопоставить Фелдмана с таким течением второй половины 20 века как трансперсональная психология, которая была не только современной Фелдману, но и имела широчайшее распространение в США, где он жил и работал. Начнем с более простого, с минимализма. Если совсем упрощать, то суть концепции минимализма в Глассовском изводе, представленная в трех известных кинолентах трилогии как Сын, это механизация мира. Мир как конвейер, человек, превратившийся в атом человеческого потока, который составляет своего рода улей или муравейник современного города. Первый фильм из трилогии Реджо Глаз Кацци, Кой Янис Кацци, второй Пова Кацци и относительно недавняя лента Наквой Кацци. Все они раскрывают различные грани одного и того же. Человек одинаковый, человек, слившийся в общество улей, город уравейник. Действительно, каждый рабочий день люди утром едут в одну и ту же сторону на свою работу. Там проводят свой день за выполнением своих обязанностей. Тоже, как правило, однородных. Но и так изо дня в день. Вечером вся эта толпа работающих возвращается прям противоположенным маршрутам назад. И так ежедневно. Это решается в музыке минимализма через постоянное повторение одних и тех же паттернов или мотивов. Оттого его корректнее именовать репетитивизмом. Основанным на повторе а не минимализмом. Это безусловно интересный и заслуживающий внимания взгляд на мир демонстрирующий человеческие существа с точки зрения их общего где игнорируются различия. При таком взгляде мы действительно только однородная толпа одинаковая каждый день и различающаяся лишь от места нашей жизни. Ну если вы живете где-нибудь в тропиках в домике или вы живете в городе то жизнь этих людей будет отличаться но она не будет отличаться изо дня в день. Этому кстати посвящен фильм Оваканс. Там показаны разные места они действительно разные но из первой таленты мы знаем что на самом деле если присматриваться в эту точку долго окажется что внутри нее она абсолютно одинаковая таким взглядом на мир можно восторгаться к примеру приветствуя сверхорганизм в виде человечества можно его пугаться в виде предельную механистичность и обезличенность толпы но соответствует ли эта картина тому миру который дан нам в практическом опыте если мы обратимся к мелким деталям если вы внимательно вспомните свой вчерашний день а теперь позовчерашний день а теперь несколько дней к ряду назад я уверен что в каждом вашем дне вы найдете массу отличий и что на самом деле ваши дни не являются своего рода днем суркаль повторяющимся постоянно да безусловно многие люди на планете имеют схожий день с вашим но демонстрируется минимализм эта ситуация не в реалистической манере а скорее в виде красочного преувеличения могу согласиться что возможно две трети а то и более нашей жизни действительно идентичны с жизнями других людей но можно ли в жизни упразднять отличие равно как и в искусстве на мой взгляд ни в коем случае я не хочу поднимать здесь вопрос об уникальности или ее отсутствии это берет у нас очень много времени тем более что моя точка зрения может вам существенно не понравиться а если она вам не понравится это может привести к излишней дискуссии дискуссии не потеряем так что оставим проблематику возможности или невозможности уникальности на другой раз и постараемся взглянуть на музыку Феллмана с точки зрения внимательного всматривания в действительно повторяющиеся дни нашей жизни не будет ли она более точным и более тонким описанием нашей экзистенции чем минималистское упрощенное баррирование повторов да как минимум две трети нашей ежедневной жизни действительно постоянно одни и те же достаточно подумать об автоматизированной работе нашего организма удыхании убиении сердца да которые вы даже не можете полноценно контролировать сколько бы человек не пытался остановить свое дыхание покончить жизнь путем выизъявления не дышать у него это не получится гарантированно самый безобидный способ пытаться покончить с собой можете его практиковать сколько угодно ничего не повезет все равно последний момент вы сделаете этот вдох точнее он сделает это самостоятельно без вашего решения помимо этого каждый наш день состоит из иных повторов повторов нерегулярных ну к примеру сегодня вы пошли пить чай в два а вчера ходили пить чай в четыре я сильно упрощаю но чтобы было понятно где так вот когда мы слушаем музыку Филтмана в которой действительно очень много повторов как и в минимализме но повторов странных с микроизменениями или повторов нерегулярных через паузы разной длины не является ли это хорошим и ценным комментарием к минималистской картине мира своего рода пост минимализма демонстрирующим не только колоссальное количество автоматизированных действий объединяющих наши одинаковые дни с одинаковыми днями других людей но и различий которые с неизбежностью вклиниваются в это механистическое повторение не есть ли это значительно более корректное и более тонкое отражение действительной ситуации нашей поседневной жизни жизнь которую из-за обуславливания или как говорят в народе по привычке мы уже не видим как столь молотонную и в то же самое время по прежнему непредсказуемую и часто причудливо изменяющуюся в каждый минимальный отрезок времени понятно что минималисты тоже правы они указывают на повтор а повтор как мы правило просто не фиксируем мы не можем отследить насколько регулярно мы дышим насколько регулярно бьется наше сердце так есть вещи которые автоматизируют поэтому мы не воспринимаем наше существование как механизированное механистическое ну вот но есть то что мы сто процентов воспринимаем как не идентич что сегодня было такое-то событие а вчера было совсем другое сегодня было такое-то настроение а вчера такого не было а теперь попробуем взглянуть на эту ситуацию немного с другой стороны думаю все из присутствующих изучали в школе эксперименты Павлова по обусловлению более того сам процесс вашего изучения экспериментов Павлова тоже был обусловлен так как всякое обучение это тоже обусловлено но иного типа как психологи это называют инструментальным обусловлением однако не столь уж многие знают что обусловливание в котором всякий раз после определенного сигнала следует определенное действие вызывающее реакцию обусловливаемого существа по типу стимул реакции очень легко угасает это обусловливание в отсутствии обусловливающего принято все знают термин обусловливание но значительно реже применяется термин угасания он не менее важен в этой системе более того он абсолютно так же работает приведу пример всякий раз после включения лампочки через минуту собаки дают еду через какое-то количество времени на сам свет лампочки у собаки начинается слюноотделение это не потому что свет может вызвать слюноотделение собаки но потому что на еду у живого существа начинается естественное необусловленное слюноотделение обусловленным оно становится тогда когда слюна начинает отделяться на включение лампочки потому что на это она выделяться не должна лампочка не съеда однако если несколько раз подряд после включения лампочки пища не подается то условный рефлекс угасает, и в последующем на свет лампочке слюна уже не выделяется. Но, если в процессе формирования условного рефлекса, к примеру, на 10 включений лампочки с пищей, делать 2-3 включения лампочки без подачи пищи, причем расположив эти 2-3 раза в случайном порядке, то угасание условного рефлекса будет происходить очень медленно. То есть человек, который знает, что в большинстве случаев после действия А наступает реакция В, даже в случае отсутствия реакции В, может очень-очень долго продолжать ее ждать, возможно, даже всю жизнь, смотря сколько и каким образом формировалось обусловленное. обусловленное. Стахастическое обусловленное вызывает очень медленное угасание. Почему? Потому что человек может тешить себя надеждой. Ну вот тогда же тоже 2 раза не давали еду после включения лампочки, ну а сейчас 10 раз не дают, ну мало ли, еще подождать надо. Ведь было уже такое. Опыт есть. Все. Обусловленное угасает. Так может Фелдман демонстрирует нам значительно большее, чем логика минимализма? Минимализм лишь констатирует очевидное. Все наши дни похожи. Дни всех людей похожи. Мы похожи на миллиарды других людей, сливаясь с ними в неразличимом художестве. Но Фелдман не опускается до такой во многом нарочито простой критики, показывая не саму природу торжественности, а механизм вхождения в обусловленное состояние. Не указывая на то, что город похож на муравейник, а демонстрируя процессы обусловливания, которые делают из миллиард различных людей обусловленных и неразличимых членов этого конвенционального сообщества. Я не хочу сказать, что музыка Фелдмана о том, что она все вокруг одинаково. Или что она о том, как за счет стахастического формирования условного рефлекса мы становимся одинаковыми. За счет мелких различий, которые в данном случае скорее играют на руку одинаковости. Нет, я хочу показать, каким еще могут быть подходы к интерпретации творчества Фелдмана, дабы очертить вокруг него некое пространство, которое ему указывало на значимые моменты. Фелдмана. Кстати, вопрос о психоаналитической интерпретации творчества Фелдмана не является высосанным из пальца. Для того, что в одном из известных публичных писем Мортона Фелдмана он говорит следующее. Если я и похож на кого-то, то это Френд. Цитата самого автора. А теперь я приведу еще две версии интерпретации его музыки. Назовем их аргументация 1 и аргументация 2. А потом перейду к параллели с трансперциональной психологией в версии Чарльза Тарта. Хотя тем, кто хорошо знаком с творчеством Тарта, я думаю, что они уже заметили, что я а готовлю публику к знакомству с его идеями, а во-вторых уже многими примерами. А от автора воспользоваться. Итак, аргументация номер 1. В середине 20 века в Европе и США становятся очень популярны различные восточные учения и практики медитации. Одна из классических восточных медитаций является медитация на стену. Суть этой техники в том, чтобы уметь поддерживать концентрацию сознания в отсутствии каких-либо изменений во внешнем мире. Так не является ли музыкальное творчество Фелдмана аналогом этой техники? Напомню, что в сочинениях Фелдмана изменения происходят очень медленно и на первый взгляд вовсе незаметны. Стена ведь тоже не идеально имитирует пустое пространство. Она тоже различима в различных местах. Видно, что она разная. Но в то же самое время стена является неким демпфером, глушителем огромного количества раздражителей для нашего взгляда. Так скажем, пиром для взгляда, привыкшего к телевидению пустую стену явно не назовешь. А теперь представьте, что этой же медитацией является музыка Фелдмана. К примеру, второй струнный квартет Фелдмана идет 6 часов без каких-либо перерывов. И там не столь уж много событий с точки зрения современного, раздраженного большим количеством информации среднестатистического сознания. Музыка для Филиппа Густона тоже идет почти 5 часов. При том, что среднестатистический человек не может высидеть даже часовые партитуры Телдмана. При том, что они благозвучны, и в них нет ничего, что могло бы раздражить слух. Но среднестатистический человек никогда не сможет просидеть в медитации и 6 часов, глядя на стену. Он либо уснет, либо ему покажется, что он сидит целую вечность. Но когда он обратится к часам, которые не лгут, он обнаружит в лучшем случае полчаса. Так не есть ли эта идеальная музыка для медитации на стену в смысле слухового опыта? Не есть ли музыка Мортона Фелдмана средством от беспокойного ума, о котором так много писали восточных учителя? Я не буду отвечать на этот вопрос. Я ставлю вопрос, а не даю ответ. Аналогия номер два. Для большинства восточных культур и для культуры Японии в частности, всегда было очень важным видение деталей. Именно мелкие детали создавали уникальность окружающего нас мира. По большому счету, если изъясняться в категориях современной психологии, то все практики медитации призваны сделать человека более осознанным в своей жизни, то есть видящим большее количество мелочей, в которых и кроется различие между каждым из человеческих существ. Более того, если продление жизни в плане прожитых лет пока не дало трансцендентных результатов, выходящих за рамки разумного, то в плане осознанности каждого отдельного мгновения такие техники существуют и экспериментально доказаны. Человек может ощущать каждое свое мгновение жизни в несколько раз интенсивнее и видеть несоизмеримо большее количество деталей, а так как время для нас существует исключительно как время психологическое, то именно количество информационной насыщенности от цвета, звука, от каждого момента нашей жизни может и продлить наше существование не в длину, в смысле количества лет, а в качестве и интенсивности проживания жизни. Эксперимент, который приводит в своей работе Томас Мэтсенгер, говорят о том, что это возможно чуть ли не в 10 раз. Если среднестатистический человек живет примерно 70 лет, то ваша жизнь будет равна 700 годам. Хотя формально вы проживете те же самые 70, но ощутите их как сутки. при этом, представляете, сколько времени уйдет на вашу молодость. Вот он, эликсир жизни, который мечтал заполучить фауст. И не нужно духу дьявола проживаться. Это все равно не забывайте. Не сочетали вам. Вернее, драму. Скажу за себя лично, что внимательное прослушивание музыки Мохтана Фелдмана играет колоссальную роль в изменении восприятия мира. Первое впечатление при прослушивании его многочасовых партитур это то, что сначала кажется, что в музыке ничего не происходит. Но чем дольше ее слушать, тем дифференцированнее становится тем микроразличием, которое в ней есть. Да, есть пиковые моменты, когда вновь кажется, что все сливается в единообразие. Но преодолев эти критические пики, мы выходим с концерта слышащими или пробужденные слухом. Так как мы начинаем замечать такие детали, которые раньше не замечали. И не только в музыке Мохтана Фелдмана, но и во всей иной музыке, которую мы слушаем после нее, а также просто в нашей повседневной жизни. И вновь я не буду делать свой личный опыт соприкосновения с музыкой Фелдмана универсальным средством, панацеей. Я лишь расставляю столбики, маркеры, а каждый сам будет решать, какой из них или все они в совокупности ближе к феномену Фелдмана. И вот теперь мы обратимся к последней аналогии, самой главной, которую я вынес в название лекции, аналогии с творчеством одного из основателей трансперсональной психологии, которого зовут Чарльз Тарт. Он наш современник, это ныне живущий автор нау. На русском языке мне известны четыре книги этого психолога и мыслителя. Говорю мыслителя, потому что он не ограничивается узкопсихологической проблематикой. Вот эти книги. Эти две я буду использовать сегодня в анализе. Они, на мой взгляд, наиболее яркие, наиболее интересные. Практика внимательности в повседневной жизни это совсем простая книга, потому что это стенограмма его семинаров. То есть там выступают его ученики с вопросами, он дает ответы. Это собственно его практика, которой он занимается с публикой, с аудиторией. Так что эта книжка написана, я бы даже сказал, чрезмерно просто. Хотя возможно кому-то будет проще начать именно с нее. Тем более, что там есть такие детали, которых ни в одной другой работе Тарта нет. И главная, на мой взгляд, самая серьезная его работа это пробуждение, на которую я буду в основном ссылаться, это попытка научного осмысления гипнотического состояния современной культуры. Тарт проходил обучение гипнозу, гипнотической театрики. Кажется, здесь не изменяет память Стэнфорд университетия. И вот две другие его книги, они тоже хорошие, однако к ним я сегодня обращаться не буду. Наиболее интересно это научная работа, это та работа, которая сделала Тарту мировое имя, это измененные состояния сознания. Тарт был одним из первых, кто обратился к изучению измененных состояний сознания. Это трансперсональная психология непопулярного Грофовского извода. Станислав Гроф, конечно, выдающийся ученый, но слишком уж рассчитывает на широкую аудиторию. Все его книги, так скажем, не выдерживают критики научного книга, они рассчитаны на массу. Немножко такого же плана, на мой взгляд, является вот эта книга. Она в России самая популярная, конец материализма. На мой взгляд, эта книга является наиболее слабым звеном в творчестве Тарта. Не потому, что она плохая, она чрезмерна. Ее можно неверно понять. Как, собственно, она и понимается, почему она и популярен. Почему и популярен Гроф? Просто Гроф, так же, как и Фрейд, понял, куда можно пинаться. В данном случае, Фрейд пинал то, что болело, сначала пинал сексуальность, не потому, что к ней все хотелось вести, а потому, что так можно было поддерживать внимание психоанализа. Когда сексуальность уже перестала кого бы то ни было раздражать, он стал пинать сексуальность детей. Это опять привело такого бурный интерес психоанализу. И, собственно, до сих пор мы знаем психоанализ. И даже Мохтон Фелкман во второй половине 20 века говорит, что если его можно было бы с кем-либо сравнить, то только с земным в рейд. Я советую ознакомиться с этими работами, они все есть в сети, многие из них можно купить еще в бумажном виде, можно купить даже пробуждение. Вот эта книга совершенно потрясающая, советую ознакомиться. На чем основана концепция ТАРТ? ТАРТ основывает свои научные взгляды на переосмыслении учения Гурджиева. То есть он пытается вывести из него так скажем научное отсеив метафорическое мифологическое. Напомню, что причисление Гурджиева к эзотерической мысли является так скажем определенным дефектом взгляда. То есть тогда, когда работает Гурджиев между психологией и эзотерическим дискурсом разницы не было почти никакой. Были гипнологи, были конечно ученые как Фрейд, работавшие с пациентами тяжелыми, но психология, какой она является сейчас, то есть не психоанализ, не психиатрия, а именно психология, как массовая дисциплина рассчитана на здорового человека, чтобы улучшить его самочувствие, поднять самооценку. На самом деле в начале 20 века ничем не отличалось от эзотерической чувства. Я даже не уверен, что она сейчас чем-то отличается. Просто одна считается наукой, а другая наукой не считается. Почему психология считается наукой, убейте, понять не могу. Потому что это такие же заявления, зачастую не подтвержденные никакими экспериментальными данными, просто неких гуру-учителей. Его имя обычно обозначено на книжке в качестве автора. Так как Гурджиев на самом деле прошел очень хорошую восточную школу, причем в очень многих местах, и его институт совершенствования человека имел значительный успех, как в Европе, так и в Соединенных Штатах, пытается выяснить, а что в этом было действительно ценного, что было отброшено зря, когда Гурджиев был причислен к эзотерикам. Насколько он был действительно эзотерик, очень большой вопрос. В мифологических категориях ее любил изъясняться. Главная же идея, на которой настаивает тарт, это на самом деле идея Гурджиева, это сравнение человека с автоматом. Человек есть машина. Это, кстати, заявление Гурджиева. Насколько уж оно эзотерично, уж простите, его ученикам оно не очень нравится. И все его методы были основаны на том, чтобы доказать человеку, что он правда машина, и попытаться его пробудить. Все спонтанные методы, то есть чрезмерная похвала неожиданная, чрезмерная критика, неадекватные задания, неадекватная реакция на их выполнение должны были нарушить у человека автоматизированную реакцию. Этим и занимался всю жизнь своими учениками Гурджиев. Также пытается это осмыслить с научной точки зрения. Он говорит о том, что человек нуждается в самоосознании и в ощущении себя здесь и сейчас. То есть в выходе из той ситуации, которую вы видели в трилогии Реджио Гласа Кацци. На кой я не скатся, по локации, на кой кацик. То есть выхода из ситуации робота, человека робота. Не вдаваясь в критику или восторженное принятие позиции Тарта, я бы хотел провести ряд параллелей с творчеством Феллмана, тем более, что речь идет об одной и той же стране и об одном и том же времени. То есть даже если Феллман никогда не читал работу Тарта, а Тарт никогда не слышал музыки Феллмана, то они относятся все равно к одному и тому же локусу и одному и тому же времени. Так что основания провести между ними параллели есть. Имея хороший опыт гипнолога и прославившись изучением измененных состояний сознания, Чарльз Стар представил модель культуры, в которой сама ткань культуры или культурный код является самым великим гипнологом. В своей работе пробуждения он проводит последовательный ряд сравнительных примеров между гипнотическими реакциями в сеансе и гипнозом, который мы именуем действием культуры или влиянием социума. И на самом деле невозможно передать детальную аргументацию так-то так очень маконичен. Если эта книжка занимает 400 страниц, то это 400 страниц фактически тезис. Поэтому я этого и не буду пытаться сделать. Я лишь хочу остановиться на тех моментах, которые имеют отношение к обществу Мортона Фелдмана. Но если вам интересно, в чем мы являемся загипнотизированными культурами, то советую эту книжку прочесть. Пересказать ее не представляется возможным. Причем хочу заметить, что это не огульная критика культуры. Упаси вам. Это не недовольство культурой, кстати, работа недовольства культуры Фрейга тоже не является огульной критикой культуры. Огульную критику культуру вы прочтете у Герберта Маркуза в работе Эрос и цивилизации. Вот это она чисто видит. Цивилизация нас подавляет, ущемляет наш Эрос. Если раскрепостить сексуальность, то она сама построит подлинное общество со своими законами, они кажутся неуправляемыми, только потому, что она по-прежнему не раскрепощена. Вот. Лакан очень хорошо подрезал к этой идее крылья. Объяснив, что человеку на самом деле никто ничего не запрещает. Человеку хочется, чтобы мы это запретили, потому, что он просто не может выдержать напряжение Эроса, потому, что он не антропомог, он в принципе не человек разрешен. Человек не может выдержать своего наслаждения. Именно не удовольствие, а наслаждение. Человек не может выдержать наслаждение и всегда от него уклоняется, придумывая внешнюю причину. Вот и все. Так что такие огульные критические работы типа Эроса цивилизации на мой взгляд малоинтересны и работа Тарта не относится к на мой взгляд. Тарта показывает совсем иное, значительно более сложное, значительно более глубокое, не просто то, чем мы загипнотизировали и как, но и даже дает определенные ключи, как от этого можно попытаться избавиться. Процесс освобождения от гипноза конвенционального состояния очень сложен. Полностью он, естественно, вообще не выполнен. Но попытаться освободиться хотя бы частично вполне реально. Так не является ли музыка Феллмана неким аналогом той работы по освобождению сознания от конвенциональной автоматизации, к которой призывал Тарта? То есть путем к более осознанному восприятию действительности или, как это называл Тарта, практикой внимательности в повсемерной жизни. Ведь слушая музыку Феллмана мы все время натыкаемся на парадокс. Когда нам кажется, что какой-то тип изложения еще будет повторяться, а он перестает повторяться и возвращается тогда, когда мы его никаким образом не ожидали. Феллман все время обманывает наше автоматизированное восприятие и при этом создает такое пространство, в котором очень мало деталей для естественного включения нас в процесс, то есть эмоционального движения. Он не хочет нас развлекать, как это делает телевидение, отвлекая от нас самих. Он хочет заставить нас постоянно ощущать тяжесть того, что мы все время соскальзываем в автоматизме. Мы просто совершенно не приучены быть осознанными и не можем сосредоточенно воспринимать что бы то ни было, особенно если это что-то не столь броское как рекламный плакат. Представьте себе, как бы мы воспринимали мир, если бы у нас не было гарантии, что всякое действие, которое всегда следовало ранее за действием А, повторится вновь. К примеру, что, если мы захотим сжать в кулак руку в следующую секунду, это не произошло бы. Хочется, а на не жениться. Но, кстати, это пример вполне реальный. Это можно идти в какие-то реальные физиологические обезьянения. Или, к примеру, ключи, которые человек подбрасывает в воздух, неожиданно не упали к нему в руку, а так и остались висеть в воздухе. Это пример фантастический. Он демонстрирует логику моего изложения. Я привожу это не для того, чтобы подослать вас к миру чудес, а для того, чтобы пытаться сформулировать у вас взгляд на тот тип мировосприятия, в котором одинаково важны все составляющие. Не что-то автоматизированное, а минимальная доля сознательная, а большая часть сознательная. В идеале почти все. Лично я, когда слушаю Фелдмана, вхожу в похожее состояние. Состояние несколько беспокойного напряжения сознания, в котором я действительно воспринимаю значительно больше, чем обычно. И невозможность вести поток звука Фелдмана к какому-то автоматизму в слуховом восприятии. И это самая невозможность и порождает определенное беспокойство, даже страх. Так как границы привычного механического автоматизированного мира разрушаются, не стираются. Мы не можем предсказать, что мы это в следующую секунду. И при этом там не столь много элементов, чтобы это могло отвлечь нас от своих себя. В музыке типа Рихарда Штрауса или Прокофьева изменения тоже более чем достаточно. Но они броские, они яркие. Они привлекают к себе, они концентрируют нас на себе. А когда мы обращаемся в сторону себя, своего восприятия, и не можем его предсказать, вот это вызывает страх отрие. Мы выходим из мира Филиппа Гласса и попадаем в мир Аморта нафилов. Там все предсказуемо, ничего не предсказуемо. И в то же самое время у Филдмана так же как у Гласса все ограничено минимальным количеством элементов. То есть элементов достаточных лишь для того, чтобы погрузиться в самого себя. Чтобы мы могли сказать что-то звучит. Потому что если ничего не будет звучать, мы вновь отвлечемся кроссовые мысли фантазии так 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 впрочем возможно Филдман демонстрирует своей музыкой и сразу оба процесса и процесс гипнотизации нас культурой. Помните об обусловленности и формировании устойчивого рефлекса через статистическое чередование стимул реакции. С другой же стороны скрывая процесс гипнотизации и делая его структурно наглядным как Чарльз Старт Филдману удается представить нам своего рода панацею культурального гипноза обусловленности. Панацею избавляющую от него. Потому что мы начинаем видеть тот механизм как он происходит. Высказывание Филдмана то есть его литературное наследие у него есть автобиография есть большое количество опубликованной переписки а также его творческий путь путь минующий всяческие стереотипы демонстрирует как раз нечто очень близкое к состоянию пробуждения по Чарльзу Тарт достаточно вспомнить как он мыслит саму форму то есть до Мортона Филдмана ключевым измерением для композиции является понятие формы музыкальной структуры однако Филдман вообще отказывается решать эту задачу он выходит на совершенный ноль уровень не отказа от формы отказаться от нее нельзя потому что не бывает нейтральной позиции то есть если мы отказываемся от формы то форму придумает публика он выходит на тот уровень когда форма не может состояться он говорит что восприятие которое воспринимает нечто однородное в течение более чем полутора часов переходит с понятия формы к понятию протяженности мы уже не можем это схватить мы не можем это оформить и воспринимаем как протяженность и вот это совершенно иной уровень и те задачи которые ставили перед собой композиторы времен Моцарта или времен романтиков эти так скажем задачи решения притворения преломления музыкальной формы здесь оказываются просто лежащими в дубном измерении это совсем иная музыка выходящая на совершенно иной процесс протяженность то что не нуждается в форме но она начинается от полутора часов и более как говорит сам Фелдман и неудивительно что последнего партитура длятся неимоверное количество времени Фелдман не дает пищи для нашей фантазии тем самым приковывая наше сознание к скудному и статистически расположенному материалу разве это и не ключ к практике внимательности так в своих семинарах делает нечто подобное понимая что в мыслях человек может быть всегда либо в будущем либо в прошлом в настоящем мыслях не бывает это отсутствующая категория для нашего мышления так старается привлечь внимание своих учеников к интересным ощущениям которые всегда относятся к настоящему или по крайней мере значительно больше относятся к настоящему чем наши мысли однако так как человек вырабатывает автоматизм на все то очень скоро он может не просто контролировать свою телесность а может имитировать контроль своей телесности ему может казаться что он по-прежнему чувствует себя хорошо а на самом деле его тело ему уже подает совсем умея сигналы что он хочет кушать или он устал так вот так на своих семинарах использует весьма любопытный прием он записал на магнитофонную пленку тогда это было еще магнитофон пленочный 60-70-е годы звук колокольчика причем записал его в совершенно случайных местах чередуя интервал непредсказуемого и когда звонит колокольчик вся его группа должна резко прервать диалог резко прервать выполнение любых занятий и минуту посвятить практике осознания своей телесности ощущения своей телесности так не есть ли это идеальное повторение того же что делает Мортон Филдер другое дело что у Тарта этот колокольчик не является неким художественным актом он выполняет сугубо прикладную функцию но именно стахастическое повторение непредсказуемое повторение того или иного материала у Филдмана попадает безупречно в технику разработанную Чарльзом Тартом для формирования практики осознанности то есть другое дело что Филдман не только дает нам это но и дает мельчайшие полутона для раскрытия эмоциональных сфер для продумывания прослушивания нашего восприятия нашей рефлексии для музыки то есть музыка Филдмана не есть некий кунштюк как сделать себя более осознанным это высокое искусство в то время как оно включает себя и этот кунштюк тоже и в завершение дабы сделать лекцию все-таки оформленной хотя она наверное будет идти все-таки более чем полтора часа мы проигнорируем идею Филдмана и обратимся к классической форме как это делалось в классических музыкальных произведениях дело в том что я начал сопоставление творчества Мортона Филдмана с художниками художниками которые окружали всю его жизнь он активно общался именно с этими представителями интеллектуальной элиты и много своих полотен музыкальных посвятил живописе так вот помимо прочего именно Филдман является создателем графической нотации раньше чем Кейдж именно Филдман придумал что нотировать музыку можно посредством тех же приемов что есть в живописи а не посредством нот и в первый период своего творчества активнейшим образом это использовал и более того когда он отказывается наконец от графической нотации когда его спрашивали почему он это сделал что перерослил графическую нотацию или он решил что она недостаточно соответствует его замыслу он говорит что некорректно ставить вопрос почему художник отказывается от того или иного стиля или от той или иной техники я бы сказал это так это графическая нотация меня покинула а не я решил от нее отказаться вот что говорит филдман это действительно генеральные слова это слова человека понимающего что есть письмо как саморазворачивающаяся структура и что автор во многом является лишь тем кто проводит через себя это свойство письма он не забросил графику потому что счет что она недостаточна а просто не смог больше работать и работал в другой технике но не только графическая нотация филдмана но и его переписка показывает колоссальное влияние на него живописи почти 80% случаев когда он сравнивает себя с кем-то а это идет почти в каждом письме любопытный кстати пример но все время себя с кем-то сравнивают но и 80% случаев это живописцы причем не всегда ныне живущие его друзья но подчас и живописцы первой половины процентов так вот когда речь идет о параллеле филдмана с живописью Ротко наиболее классической академической параллели часто в качестве аргумента приводится духовное измерение и я бы не был объективен если бы я не преподнес его аудиторию дело в том что живопись Ротко подчас именуется религиозностью безрелигией такое определение ей дает сестра Лэнди Бекет известный искусствовер который снимался в ролике по истории искусств для Библии 7 не самый плохой ликбез по истории искусств спорный весьма спорный но далеко так именно религиозностью без религии можно было бы назвать и музыку Мохтана Феллмана единая целостная неуловимая для нашего обыденного сознания несоизмеримо превышающая наши возможности как шестичасовой струн что есть как эта неантропоморфная музыка музыка которая вообще уже не рассчитана на человека музыка которая отражает просто непосредственно бытие божественной субстанции не является ли это своего рода музыкальной иконой иконой предвечного неименуемого божества или такая трактовка сведет на нет все возможные попытки выйти из транса и пробудиться ведь религия это тоже гипноз но гипноз иного толка чем тот с которым мы встречаемся в ежедневной нашей жизни нужно ли выйти за пределы любого предзаданного миропонимания или напротив погрузиться в транс неизменности подчеркнутой своей статистической природой наподобие формирования устойчивого условного рефлекса повода это уже решать каждого я лишь хотел наметить точки подхода к такому феномену как музыка мохтана филдманн и показать что то что может делать искусство или истина искусства не является отличным от истин формируемых объективным миром нашей реальности от истинной гравитации или от истинной законов термодинамики искусство не просто отражает реальность оно формирует новые ее закономерности или вскрывает их если угодно что на самом деле практически одно и то же таким образом как сам мир может ставить перед наукой в процессе его познания неразрешимые на определенном этапе ее развития вопросы то же самое может делать и искусство чем оно и оказывается в еще большей степени ценным для нас если говорить о творчестве Мохтона Фелдмана в этом ключе то естественно его значение значение феномена Фелдмана для музыкальной науки еще и в том что именно выход за пределы интерпретируемости именно демонстрация невозможности объяснения совершенно эмпирически воспринимаемого единого стиля то есть на службу воспринимаем что-то гарантированно Фелдман а значит мы должны применить к нему обычные методы и выявить в чем столь обычным является типичным является его подход но когда мы это делаем это делаем оказывается что это не приводит ни к каким результатам и с этим соглашается повторюсь даже дубинец которая является большим экспертом в области американской музыки второй половины 20 века но для меня такой подход оказывается недостаточным он не говорит о том что музыка Фелдмала выше всякого анализа он говорит о том что анализ является на данный момент абсолютно несостоятельным и что самое главное это значит что все к чему этот анализ применялся до этого и к чему он на первый взгляд подходил совершенно не гарантированно что он подходил к нему верно и что мы не имеем кривого Прокофьева в виде проанализированного Прокофьева кривого Шопена или кривого Мацана что это не является кривым зеркалом в принципе как таковой то есть повторюсь в логике предложенной Томасом Куном только аномалии бьющие в ядро научных парадигмах способны сменить скинуть эту научную парадигму и таким одной из таких аномалий является творчество или феногем музыка Мортона Хилдмана и творчество такого поэта как Фернандо Писова которого мы разбирали в прошлый раз если таких аномалий накопится значительное количество то естественно гуманитарная наука в ее современном изводе окажется несостоятельно я лишь предлагаю ускорить этот процесс вскрывая в данном случае недостаточность ее аргументации и предлагаю иной метод метод который используют психоаналитики метод лакановской психологии несмотря на то что я сопоставлял сегодня Филдман с Тахтом я это делал по методу лакана а не по методу Тахта я не уверен что у Тахта есть именно научная методология его научная методология вполне консервативна у него есть достаточно радикальные взгляды с точки зрения практики методология жалакана уникальна в том что он предлагает не определять феномен потому что когда мы пытаемся определить сам факт мы выбираем инструмент либо случайно либо пользуемся тем же самым которым до этого пользовался а с какой стати он должен здесь сработать с какой стати он должен здесь подойти если мы все время сверлили каменную породу пятерочку или шестерочку по шкале молоса а тут нам неожиданно попадается сапфью или даже алмаз так сверло же сломается а нам будет казаться что мы его просверлили правильно дрель приблизилась к камню значит отверстие есть а то что на самом деле в пыль стерлось сверло а не камень это еще надо разбираться а так как такой реакции никогда не было а мы же автоматизировали стимулы реакции стимулы реакции значит мозг достроит что в камне есть дырка просто ее неэффективно использовать ну а тоже будет камень так что в данном случае я думаю что педалирование таких феноменов неанализируемых феноменов как феномен Филмана может помочь нам прояснить ситуацию с другом музыкой с другим искусством когда мы просто пытаемся маркировать ее границы интерпретировать с точки зрения культуры с точки зрения взаимосвязей высказываний актора но не в одном а во всех сразу не останавливаясь на каком-то из них и этим не говорить наподобие Гадамера что из произведений искусства неисчерпаемо вот я вам предложил 10 вариантов выбирайте любой на вкус и цвет не совсем искусство это то что осталось в этой зоне обнесено и искусство проблема неанализируемая это то что выпадает из этого оно не может быть указано просто ткнуть пальцем и сказать это то-то невозможно к этому идее по-моему приходит еще Хайбегер в начале 20-х годов когда обращается пишет свою раннюю работу в бытие и время задать вопрос о бытии что есть в бытие нерезультативно нужно найти какой-то подход сбоку я не уверен что подход сбоку результативный если он один но если их много то к чему-то это привести можно по крайней мере в отличие от работы Дубинец которую я вчера честно перечитал чтобы освежить это в памяти чтобы воскресить ее аргументацию я пришел все-таки к выводу что в отличие от этой статьи во многом замечательной конечно мы сегодня пришли к более ощутимым результатам чем она нам предлагает потому что все-таки почувствовать какое-то отличие Фелдмана от минимализма отличие его от экспрессионизма неограниченность заданностью параллели Фелдман-Ротка мы смогли в то время как аргументация на ускользание стиля Фелдмана от аналитического досмотра на мой взгляд кажется не совсем корректной с точки зрения ученого это всегда работает это очень хорошо публика воспринимает но музыка она же выше но на мой взгляд ученый не должен к лирикам к лирикам тем более как это бывает очень часто к сожалению должен попытаться честно отдавать себе отчет и честно отдавать себе отчет о том что если он не может ответить на вопрос значит ему пора менять инструменты или менять точку приложения своих знаний если исполнитель не может сыграть эту пьесу он не должен выходить играть у нее очень плохо либо должен много-много тренироваться пока она у него не получится либо сменить саму пьесу и исполняй пьесу тоже самое должен делать ученый более того я не считаю что это параллель исключительно с музыкой это параллель распространяется на все деятельности человека либо человек должен заниматься чем-то что получается по крайней мере удовлетворительно либо тренироваться чтобы он стал получаться удовлетворительно либо сменить отрасль вот и все так что в области музыкальной мысли мне кажется имеет место смена методологии нужна смена методологии я не считаю себя человеком который может создать новую методологию и предлагаю методы апробированные в психоанализе лакоматского исхода как мы сегодня выяснили их применить можно и с определенной результативностью они работают с большей вероятностью чем методы устаканившиеся в классическом языкознании в классической гуманитарной науке в следующий раз я попытаюсь примерно аналогичный подход осуществить по отношению к спектральной музыке правда в данном случае моделью для меня послужит система симулятора бодельяра причем не в одной ее версии а на протяжении своей жизни он существенно корректировал понятие симулятора и я попытаюсь так скажем восстановить историю музыки с точки зрения симулякров бодельяра что с чем корреспондировало и почему именно спектральная музыка спектрализм как направление является высшей точкой выражения симулякра третьего порядка с точки зрения бодельяра совсем иная методология не лакановская совсем прямой подход но я же не даю ответ я ставлю вопрос почему бы не рассмотреть спектрализм таким образом с супругой общались и с Тристаном и Мураем и с Анри Пусером и эти авторы очень здорово владеют технологией но я бы не сказал что они полностью отдают себе отчет в том зачем и почему они работают со звуком они точно знают как работает этот звук они знают ощущение звука пространство звука его так скажем то как этот звук может породить целую музыкальную композицию но почему звук становится материей с которой они работают и почему звук становится соавтором их партитур в полном смысле этого слова на этот вопрос в их работах вы не найдете ответа хотя одним из спектралистов кстати является сам Левинас Левинас не был той фигурой философии которую бы мог осмыслить Левинас занимался в основном межроличностными отношениями философии поздней гуманистической философии так скажем так что если есть какие-то вопросы я готов на дискуссию есть ли что-то по философии что-то непонятное что-то может быть поча результат а если какие-то формальные методы анализа декларового произведения скажем статистические методы еще какие-то методы ну скажем как есть методы анализа текста там можно определить частотность повторения каких-то и строить какие-то графики закономерности уже по этим моделям судить о преднадлежности к тому иному автору к тому иному да в музыке как правило используется так называемый метод целостного анализа музыкального произведения он включает в себя рассмотрение различных составляющих то есть гармонии мелодики на уровне интонации доведенные до мотива микроинтонации формы в совокупности взаимовлияния может быть анализ и отдельный то есть полифонический анализ срез исключительно полифонической составляющей функциональный гармонический анализ составляющая исключительно гармоническая может быть сугубо мотивный анализ анализ интонации но чаще всего используется вот этот совокупный целостный подход он был отработан в ранне советском музыкознании и по большому счету эксплуатируется в незменном виде до сих пор я не скажу что он плох на самом деле он хорош но он не учитывает совершенно понятие контекста не учитывает абсолютно потому что к нему на довесах обычно прилагается интерпретация феноменологического толка в Ганнамерском возводе и то стало прилагаться не так давно а Ганнамер повторюсь он хорош чем то что его не опровергнуть не подтвердить ничем а что не скажите это все равно часть целостного необозримого музыкального произведения это тоже истина но немножко истина все пророки истины вы только понимали как известно как заканчивается цитата так что вот этим анализом пользуются для музыки хоть классицистской эпохи хоть романтизма хоть самый-самый новый а как можно анализировать с точки зрения формы музыку которая чисто психологически выходит за рамки измеряемости формы ведь что такое форма это же не форма как архитектура опять же и в архитектуре наверное есть такие феномены как Великая Китайская Стена ну вот вы встали у этой стены вы видите ее форму насколько нужно идти чтобы до конца дойти а помните ли вы когда пришли к ее концу как она начиналась то есть мы воспринимаем музыкальное произведение же нелинейно слух чтобы воскрешать элементы схожие и отсеивать этих элементов различных делают все время такой кульпит назад он наращивается и когда наше восприятие доходит до границы часа или полтора слух уже просто не может делать эту петлю и форма превращается в протяженность или как говорил Арам Ильич Хачатурян вы играете колбаски а мне нужно эти сардельки а мне нужно колбаса пытаясь на гастрономическом уровне объяснить построение длинной фраз примерно то же самое и получается и здесь вне зависимости кому обращается целостный анализ музыкального произведения он дождественен более того даже более строгие анализы отдельных составляющих функциональная гармония да она всегда еще делает кульпит в общую гармонию этой эпохи то есть грубо говоря понятие письмо она все-таки учитывает но это контекст исключительно музыкальной жизни то есть с точки зрения такого анализа одна соната порождает другую сонату влияет на третью сонату и на четвертую сонату а не то что все эти сонаты вообще стали возможны что хоть кто-то стал слушать только потому что они были написаны в одной и той же культуре обусловлены одними и теми же факторами которые же обусловили законодательное право правовое измерение которое обусловили отношение человеку к человеку религию мировоззрение в более широком понимании этого слова и так далее то есть самые так скажем отдаленные прыжки которые позволяет себе гадамеровская интерпретация это прыжки в смежные виды искусства поэтому идеал это фельдман который дружил с ротка и написал отхожусь в названии если бы не написал никто бы не догадался и написал название часовня ротка вот идеал для феноменологической интерпретации вот она параллель вот она истина но понимаете провести параллель между фельдманом и трансперсональной психологией или фельдманом или теми или иными открытиями в области физики или химии понимаете вот туда нога гадамеровских исследователей необычными заводами не шагами это слишком уж отдаленная область или сопоставлять какие-то мысли в области литературы или психиатрии или знаменитого крестового похода против мастурбатора в 19 веке который делает Мишель Фукур вот туда тоже гадамер не идет поэтому имеет естественно значительно более позитивную репутацию в академической научной среде ибо не шокирует публику историю сексуальности как Мишель Фукур все вполне гладко прилично и хорошо скрольно однако я тоже не стараюсь шокировать публику я не выношу на обсуждение какие-то так скажем проблемы которые бы могли идти в разрез с современным общественным представлением умор я скорее выношу ту проблематику которая в современном искусствознании не решается не решается не просто а не решается как бы дошли до суда поняли что не решается и это игнорируется как абсолютно очевидный факт то есть по какой-то причине та интерпретация которая сто раз работала этот сто первый раз не срабатывает ну и что сто раз до этого работала а не является ли это гарантом того что до этого сто раз она тоже не работала лишь создавала иллюзию работы если это такая же музыка как и то что анализировалось до этого но почему-то тут она дает сбой почему выяснять этого не хочет никто это просто игнорироваться понятно что Филдман наверное не такая шоковая фигура как Писоа то есть там это выносит все оставшиеся здравый смысл из головы человека не только литератора но и у любого антрополога и у психолога с каким образом человек который обладает расщепленной личностью абсолютно социализирован да еще и велик ну то есть и стоит вопрос если мы все такие но лучше этот вопрос не задавать а я сегодня на лекции по эстетике приводил в качестве примера замечательную киноленту Карпентера за элит они живут или чужие среди нас на русской она называется ленту в которой Жижик очень любит разбирать в своих лекциях вот эпизод который когда в течении 10 минут два друга бьют друг друга причем по-серьезному почти до смерти а в чем суть поединка в том что один уже одел очки и знает какой мир на самом деле а другой видел что он их одел и считает что это ерунда но считает ли он что это правда ерунда если он готов до крови биться лишь бы их не одеть вот оно отрицание современного искусства да ярое агрессивное понимаете если человеку действительно все равно до современного искусства он считает что это полная ерунда он просто пройдет и не заметит но если он готов с пеной ухта говорить о том что это ерунда не является ли это подтверждением гарантом того что он уже понял чем оно ему светит и не хочет одевать эти очки во что бы то ни стало кстати совершенно потрясающая тоже мысль в этом фильме то что для того чтобы увидеть миф таким каков он есть нужно не снять очки а надеть очки критического взгляда очки критического видения то есть на то и расчет под то миф и заточен что если снимать нечего он заточен под наши настоящие глаза понимаете именно так мы загибнотизировали но одеть очки критического видения взглянуть на этот мир и можно увидеть весьма примечательные вещи везде одни сплошные банкноты свидетельств с долларом и на всей рекламе надпись размножайся что собственно в этом фильме показано в прямом варианте я не хочу сказать что этот фильм является тонкой аллегорией такой он точно не является но этот фильм хорошо проочищает мозг и вот эта сцена совершенно потрясающая сцена поединка она стоит очень много она занимает в этом фильме очень большое количество времени при том что это не профессиональные бойцы это просто актеры то есть они именно дубасят друг друга они не дерутся это не поединок в духе матрицы который имеет балетную подоплеку эстетическую составляющую это именно дуба сильные друг друга со всей силы во имя того чтобы не одеть эти очки а этот боится остаться один тем который видит понимаете бой за эти очки является на мой взгляд квинтэссенцией ситуации с современным искусством особенно сейчас есть еще какие то вопросы если нужно у меня еще простой вопрос вот по поводу прослушивания произведения филма скажем так на самом деле может быть ваш личный опыт если слушать скажем 6 часов произведения произойдут ли необратимые изменения на повышение осознанности или же просто осознанность повысится на какой то короткий переутворение прослушивания произведения либо там скажем на несколько минут пока еще как бы так и потом опять вы входите в режим обычного функционирования обычного ролика или же вот вдруг это таким образом перевернет мировоззрение что можно воспринимать интенсивность и качество жизни в 10 раз больше и жить 700 лет очень думаю хорошие вопросы спасибо у Олега Теремского первого книги есть весьма примечательная мысль которая стоит больше чем вся остальная книга и мысль это следующее то что таблетки которые предлагает Морфеус нео в матрице не существует эту таблетку в себе надо взращивать многие годы и в данном случае музыка Фелдмана дает неустойчивую приливку к гипнозу который нам навязывает культура понятно что это гипноз со стороны культуры несоизмеримо сильнее он постоянно влезет оно дает саму возможность взглянуть на мир другими глазами и понять что то что мы считали конвенции нормой то что мы считали нашим состоянием сознания естественно является всего лишь крошечной гранью и что мы можем ощущать слышать видеть несоизмеримо насыщеннее чем мы к этому привыкли действительно то же самое может сделать и живопись того же Марка Ротко который совсем повторюсь не без проблем для интерпретации мы были супругой на выставке Ротко я не помню сколько провели мы времени у тех 10 или 12 картин которые там были приведены в общем нас выгнали мы здесь загрузки лавочек там посидеть не было но часов 6 наверное мы там находились может 8 повторюсь там было не больше дюжины картин то есть это картины которые просто останавливают временной процесс знаете что такое для 60-х годов когда ты смотришь эту картину она начинает двигаться она оживает там столь мелкая вот эта лессировка перехода тона в тон и прозрачное их наложение что сколько бы ты ни пытался схватить ее целиком у тебя не получится она слишком большая а когда ты фиксируешься на части каждый раз когда ты возвращаешься к этой части она уже кажется иной и вот этот эффект ожившего полотна он конечно производит колоссальное впечатление потому что после этого по крайней мере полдня гарантированно ты видишь несоизмеримо больше цветов просто банально количество оттенков цвета то же самое происходит с музыкой Филдмана может быть в большей степени для музыканта потому что например в течение недели гарантированно можно слушать любую другую музыку и она воспринимается несоизмеримо деталированнее чем после чем до прослушивание Филдмана вот но а как это произойдет в случае с не музыкантом думаю что на несколько часов это произойдет и здесь важно не время что а вот эти то несколько часов слушаем каким звучит мир а в том что приобретем сам опыт возможности слышания по другому тот опыт над которым те же буддийские монахи бьются десятками лет а здесь этот опыт пускай мизерное время доступен по сути каждому ну если вы не уснете за эти шесть часов если уснете не считается не считается ну а самом деле все произведения Филдмана или почти все произведения Филдмана доступны в интернет-сети даже этот шестичасовой струбанный квартет правда его придется самостоятельно склеить потому что он нарезан на треки но есть не нарезанная на треки музыка Филиппу Густону который идет пять часов она есть на ютубе ее можно замечательно включить и послушать а я же вам предлагал в качестве прослушивания наиболее адекватное соотношение времени материала это концерт для фортепиано с оркестром с оркестром называется пьян оркестр в этом смысле параллель с ротко кстати опять заметно ротко и густон кстати тоже называют свои картины просто поиспользованным там краскам например красные или серые черные что есть фортепиано и оркестр это краски которые используются в этой партитуре эта партитура не превышает время звучания среднестатистического фортепиано концерта это немножко больше 20 минут это даже скорее меньше среднестатистического фортепиано концерта так что вот эта партитура которую я предлагал к прослушиванию на наш взгляд как раз является идеальной музыкальной иллюстрацией медитации на стену минимальное количество событий непредсказуемость ткани в одном месте она там неожиданно резкая и громкая музыка становится и больше не становится дабы непровадно было думать, что еще раз будет будет только тише когда закончится в следующий раз громко будет когда оплодится на это начнет или когда по радио включат следующую пьесу а человек выкрытил на полной а потом следующая пьеса пошла кстати именно так с музыкой Фелдмана познакомился с Эмель Бэггетт через радио через радиоприем что как раз говорит о том что Фелдбул был достаточно востребован как раз вся музыка писалась на заказ для крупных оркестер но так же как и представители экспрессионизма в живописи Нью-Йоркской школы поздние неистово отрицают возможно являются его самыми ярыми не любят Фелдмана или Ротка или Поллока те кто проходит мимо а те кто кричат это не живопись я так сам нарисую но безусловно являются самыми большими почитателями этого общества этих художников тем более разве после прошлой лекции не является доказанным фактом то что если вы нарисуете абсолютно так же как Поллок это будет просто плохой картинный Поллок она не будет вашей картиной автор это не тот кто реализует проект а тот кто его создает если вы вспомните историю живописи то очень часто художник лишь набрасывал общие эскизы а гравер гравировал чтобы сделать ее воплоти да картину и гравер не считался автором автором считался художник то есть есть автор а есть исполнители другое дело что очень часто эти категории совпадают захотел художник нарисовал картину повторюсь если вы напишите сейчас такую же картину как написал у Поллок это будет просто самая плохая картина и не более того если же вы смогли бы написать такую же картину как написал ну до Поллок это было бы значительно более эффектно хотя повторюсь так как Поллок является автором маркера так же как и Филдман является автором маркером если вы найдете музыку тождественную или живопись тождественную никому не известную созданную на год или на два раньше чем творчество Поллока или Филдмана повторюсь это будет все равно живопись Поллока и музыка Филдмана автор это просто картотека по ориентации в стилях искусства и не более того Ладно у меня на сегодня все давайте до следующей встречи она у нас будет тоже примерно через месяц там будет централизм все и и все и Спасибо.